Аплодисменты 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 Полин сейчас сыграет вам произведение, написанное итальянским композитором Анатонио Паскулли Концерт для Габоя Он будет использовать технику, которая называется цепное или непрерывное дыхание Этот метод когда он не бросая звук, то есть звук тянется 2-3 минуты и успевает дышать То есть одновременно выдыхать и дышать Эта способность позволяет ему провести без ущерба для здоровья 2-3 часа на дне бассейна Но даже если этого недостаточно, вы услышите его способности, а если не услышите, то точно увидите. Смотрите, Колин Майер. Смотрите, Колин Майер. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Колин недавно открыл мне секрет, как он это делает. Он сказал, что у него резиновые штаны. Вы знаете, кто я, вы знаете теперь, кто Колин. Я бы хотел представить вам других участников квартета. Начну с очаровательной девушки Элизабет Маклеллан. Лайза имеет несколько степеней в игре на виолончели, ученых степеней. Она публикующийся поэт. У нее, наверное, больше ста разных платьев. И она пахнет очень хорошо. Она выросла в канадской провинции Соскочеваншо. Примерно, ну я бы сказал, эквивалент какой-нибудь Северной Сибири. В России. Так что сейчас там примерно минус 50 градусов. Так что она мне сегодня призналась, что чувствует себя как на курорте здесь. Но до того, как она стала виолончелисткой, у них был семейный бизнес, семейное дело. В этой провинции, где зима примерно 9 месяцев в году, у них была своя апельсиновая ферма. И они выращивали апельсины, срывали их и давили сок. Довольно успешный бизнес, хотя и затратный. Но один раз так получилось, что Лайза потеряла концентрацию, ее случайно закатали в эту банку. С тех пор она не работает на апельсиновой фабрике, а играет на волончели. Далее. Пидор де Сотто, именинник. Он единственный... Он единственный член квартета, который стоял у его истоков 20 лет назад. Он, помимо того, что он выдающийся скрипач, проработавшийся фактически со всеми известными оркестрами Канады и Америки, он еще великолепный певец, великолепный тенор, в чем вы могли убедиться. Мне нравится говорить, что представлять его Питер играет, как Паганини, поет, как Повороте, а пахнет, как Армани. Обычно мы путешествуем по Канаде либо самолетом, либо на машине, и в течение долгих часов мы слушаем музыку. Следующее произведение мы взяли из репертуара «Баян Микс», диск которого мы постоянно возим в машине. И, ну, помимо слушания «Баян Микс», постоянно я пытался научить ребят русскому языку. И, ну, вы знаете, Колин преуспел, но он из Молдавии, поэтому ничего удивительного. Ну вот, послушайте, что Питер выучил. Служу Советскому Союзу. Кто не работает, тот не ест. Питер выучил. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 для вас мелодию из итальянского кинофильма «Римские каникулы». Называется она «Алдила». «Римские каникулы» 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 КОНЕЦ 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 Спасибо. Это был финал Донской рапсодии. Сейчас я бы хотел сыграть немножко более серьезную пьесу, которую очень часто играю в Америке, и благодаря которой, можно сказать, началась моя сольная карьера в Америке. Бах, токата и фугара минор. Аплодисменты. 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 КОНЕЦ 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 Такое счастье, что я играю на баяне, а не на органе. Мы вернемся к бразильской теме. Следующее произведение написал композитор Пиксигиня. Называется Умазеру, что в переводе означает 1-0. Но кто мне скажет, какой национальный вид спорта в Бразилии? Я тоже так думал, пока не стал играть эту пьесу. На самом деле это соревнование по бикини. Кого короче, тот побеждает. Умазеру КОНЕЦ 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 Спасибо. Спасибо. А кто хочет, что Лайза говорила? Кто? Кто? Да? Да? Я тоже. Но она не говорит по-русски. Пожалуйста. Да, Алекс, Саша, ты помощь? Ты помощь? Хорошо, Лайза. Спасибо. Я немного сконфужена, потому что не могу говорить на вашем красивом языке. Но я буду счастлива представить следующую композицию. Потому что она была написана женщиной. Ее звали Консуэло Веласкес. И ей было всего лишь 16 лет, когда она это написала. И я думаю, что она так красивая, так волюпчевая и так сексиная. И по моему мнению, эта пьеса очень красивая, бархатная, но последнее слово в переводе не нуждается. Спасибо. Спасибо. Эту песню могла написать только женщина. Бесами мучо. Бесами мучо. Бесами мучо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, я должен сказать, сегодняшнее утро началось очень тяжело для меня. Позвонила моя жена из Канады, там с не очень хорошими новостями. Я должен вас предостеречь, чтобы вы никогда такую подобную глупость не совершили. Я одолжил одному человеку полмиллиона рублей на пластическую операцию. И сейчас я понятия не имею, как он выглядит. Плакали мои денежки. Но вы можете помочь. Мне сказали, что еще в фойе остались наши диски. Если вы их купите, я почувствую себя гораздо лучше, и мой долг будет уменьшаться и уменьшаться. Пожалуйста, мы будем все равно рады вас видеть в фойе. Обязательно сфотографируемся, подпишем все, расскажем. Вы можете с нами поговорить, а я от себя хочу добавить большое вам спасибо. И надеюсь, до скорых встреч. Мы квартета Желата, и последняя пьеса называется «Румынский караван». «Румынский караван». Румынский караван «Румынский караван» «Румынский караван» Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 О, соли мил! 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 О, соли мил!